Еще раз доброе утро, уважаемые телезрители, в преддверии международного фестиваля Марцишор. Сегодня, 28 марта, в Национальной филармонии состоится концерт прекрасных исполнителей с 20-летним опытом стажем, даже, наверное, больше, Анатолий Лапикус и Юрий Махович. Вот в нашей студии, огромное вам спасибо за визит, разрешите вам пожать руки, в этой студии сейчас у нас, расскажите, пожалуйста, о своей творческой деятельности, что за эти 20 лет было успешно сделано, чего еще не хватает для набора, наверное, может быть, регалий, грамот, ну, себя не похвалишь, никто не похвалит, давайте так, без хвастовства, но с легким таким моментом, что бы еще хотелось бы сделать. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее. Для начала, наверное, поступим таким образом. Дело в том, что мы, честно говоря, никогда не гнались за регалиями, в общем-то, потому что, хотя мы прекрасно понимаем, что этот статус, наверное, нужен в наше время, но, тем не менее, для нас всегда самой важной, самой серьезной целью всегда было достижение какого-то творческого успеха в смысле выноса на сцену каких-то интересных программ, которые, в первую очередь, интересны нам. То есть, и самая главная цель была играть как можно больше, играть как можно чаще, играть как можно более разнообразную музыку, играть как можно качественнее, естественно, потому что на сегодняшний день вы понимаете, что наш вид искусства никогда не был связан с минусовками. Все знают, что это такое. Мы всегда играем живьем, и это требует постоянного, каждодневного тренинга, то есть занятий и отдельных, и самостоятельных, и совместных репетиций, потому что у нас ансамбль, фортепианный дуэт, и у нас есть принцип, от которого мы не отходим на протяжении всех 20 лет, потому что мы начинаем разучивать новую программу сразу вместе. То есть, каждый не берет ноты, не учит свою партию по отдельности. Мы начинаем разбирать сразу, совместно. Естественно, что это, как оказалось, этот стиль работы, он наиболее продуктивный, потому что он за эти 20 лет, в общем, подарил нам какие-то возможности, которые в ансамблевой игре просто незаменимы. Вот. Если Юра хочет что-то добавить. Я просто возвращаюсь к вопросу, который был. То есть, начиналось это все не с желания создать какой-то коллектив. Первый концерт был такой спонтанный. Нам хотелось сыграть определенные произведения, то есть, это было такое, знаете, сиюминутное увлечение. А потом сыграли. Когда мы подготовили программу, первый раз вдвоем вышли на сцену, то после того, что случилось на сцене, мы почувствовали, что вот это именно наше призвание, и мы должны этим заниматься серьезно. И после этого пошли программы с большой интенсивностью. То есть, максимальная интенсивность концертная у нас где-то до 30 концертов в год происходила. То есть, это достаточно много, и особенно для такой маленькой республики, где очень мало концертных залов, естественно, что это очень большой такой, как бы, опыт концертный. И вот то, что говорил Анатолий, почему этот жанр не очень распространен в мире, и у нас тоже, как бы, мало кто себе позволяет такую роскошь. Потому что это сопряжено с двумя инструментами, а рояли это все-таки очень дорогостоящая вещь, и очень мало концертных залов у нас в республике есть, где есть два рояля. Но это проблема не только нашей страны, это проблема абсолютно всего мира. И очень много там выдающихся дуэтов тоже переезжают, например, на другие континенты, потому что там в Канаде нет залов с двумя роялями. Они уезжают в Америку или там уезжают в Европу, и поэтому мы люди, которые, знаете, как все время по минному полю. Мы приезжаем в концертный зал не со своей скрипкой, которую знаешь, там, как она тебе ответит в любой момент, и можешь заниматься и в коридоре, и, я не знаю, даже в ванной комнате, или в коридоре гостиницы. А мы выходим на сцену, не знаем этого инструмента, и как по минному полю начинаем сразу играть, и, то есть, что там ответит. То есть, мы люди, успех выступлений которых зависит не только от нас, а зависит еще от качества инструментов. Достаточно индивидуальный такой. Ну, это специфика просто нашего жанра, по-другому. С этим как бы, с этим связаны все пианисты. Вот у вас концерт сегодня вечером в Национальной филармонии в преддверии открытия фестиваля Марцы Шор. Наверняка у вас уже каждый день практически распланирован. Кстати, прошу прощения за то, что мы прервали вашу утреннюю репетицию и пригласили вас сегодня в эту студию. День концерта – это всегда, знаете, мы, слава богу, как бы не очень спится накануне концерта, потому что есть очень много всяких проблем, о которых нужно постоянно помнить. То есть забыл позвонить еще вот тому, тому, там надо договориться со светом, надо договориться там вот с настройщиком, чтобы рояли были на том месте. Нужно будет пойти достаточно рано перед концертом, посмотреть, установить все. То есть это все надо контролировать самим, потому что, знаете, как это ни странно, вот такие огромные инструменты, но 10 сантиметров ближе или дальше к сцене уже меняет акустику. Поэтому здесь очень много всяких проблем, но тем не менее, я надеюсь, что сегодня будет все хорошо. Лучше так, нежели сидеть и ждать с трепетом того момента, когда ты выходишь на сцену. На правах небольшого анонса всем нашим телезрителям, которые собираются сегодня посетить национальную филармонию, расскажите более конкретно, что же им ожидать сегодня. Сегодняшний концерт, он называется «Концерт Ла Бис», то есть он построен полностью из произведений, которые мы играли за все эти годы, именно исполняя их на бис. The best of the best, как говорится. Ну, в общем, да. И естественно, что для того, чтобы это было интересно всем и не было как-то однообразно, мы подобрали очень такую программу по всем стилям музыки, то есть начиная от бурока до джаза. И поэтому она по своей красоте, она совершенно уникальна, потому что каждое произведение, которое будет там исполнено, относится к разряду шедевров музыкальной культуры. И интересно еще тем, что это не просто произведения, написанные для двух роялей. Например, все первое отделение, это будут переложения очень известной музыки, которая в оригинале написана и для симфонического оркестра, и для камерных составов, и для кларнета с фортепиано, и для фортепианного квартета и так далее, и так далее, и так далее. И этим, мне кажется, очень сильно раздвигается, скажем так, круг интересов, репертуарная граница. Поэтому этот концерт будет интересен всем. И в первую очередь даже, наверное, не музыкантам, потому что музыканты, наши коллеги, это люди, в общем, наиболее придирчивые. И они, может быть, даже, ну мы это слышали, мы как бы этот концерт в большей степени предполагаем рассчитывать просто на любителей музыки, будет всем интересно. Рассчитывайте на интеллектуальный капитал нашей столицы. Ну почему нет? Да, да. Ну это, кстати, не пустые слова, потому что очень отрадно отметить, что большое количество людей стало ходить на концерты. Как вы думаете? И в оперный театр, спектакли, то есть там уже не жалуются на отсутствие зрителей. В филармонии на концертах есть люди. И что особенно отрадно, очень много молодежи. Как вы считаете, с чем это связано? Мы воспитали новое поколение интеллектуальное? Вы знаете, не знаю, насколько мы воспитали новое поколение. Я думаю, что здесь еще есть один такой смешной фактор. Пресыщенность теми развлечениями, которые уже были. То есть ночные клубы, дискотеки, это уже надоело. Это уже надоело. И вот сейчас как бы в так называемой молодежной тусовке, то есть как бы, знаете, является такой, ну, фишкой сказать, а я иду на концерт фортепианного дуэта, например. Я этой фишкой сегодня буквально и воспользуюсь вечером. Так что со многими из вас, уважаемые телезрители, предлагаю сегодня встретиться на концерте этих двух замечательных людей. Извините, перебил. Ничего, ничего. Нет, просто я хотел добавить, что на самом деле во всем мире на сегодняшний момент сам факт того, что люди ходят на концерты, если можно так сказать, классической музыки, потому что, в общем, мы представители классической музыки, это считается, в общем-то, принадлежностью к какому-то современному менталитету. Потому что в развитых странах это просто необходимый совершенно атрибут светской жизни. То есть Вена, Лондон, Париж, Нью-Йорк – это города, где люди посещают концерты классической музыки. И если как бы есть какая-то идея у людей и у страны в целом попасть в Европу и так далее, и так далее, вы понимаете, о чем я говорю. То есть без этого просто там не обойтись. Так что будем потихонечку оккультуриваться. Да, тогда огромное спасибо за визит. Тогда до встречи на концерте и не только. С добрым утром вас, друзья. Мы продолжаем наш эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин